Все? Отлично. Привет, коллеги. Еще раз. Вы должны там остаться. Вы остались. Раз уж меня просили рассказать о себе, все довольно просто. Я, в следующих конца физических времен, занимался работой в сфере жилищного хозяйства. Сначала с управляющими компаниями, работал в органах исполнительной и законодательной власти и в один прекрасный момент мне предложили присоединиться к РЖКХ. Это был конец 2012 года. Я с удовольствием предложение принял. И, в общем-то, я и попал в этот проект. Итак, как работает РЖКХ, секрет гражданского контроля. Вообще, проект был запущен в ноябре 2012 года. РЖКХ – это проект фонда борьбы с коррупцией. За это время у нас было около 1 700 000 посещений, отправлено было в 160 000 первичных заявлений и отмечено, как решенными, 61 000 с небольшими проблемами. Это вот на сегодняшний день. Как выглядит пользователь из Мегафикс? Такая вот скромная страничка. Хочу сразу отметить, почему, может быть, кому-то покажется, что у нас все достаточно скромно и функционально. РЖКХ изначально это проект фонда борьбы с коррупцией, у которого были другие эффективные проекты «Распил», «Росъяма», нам не нужна была какая-то раскрутка, нам не нужно было закрепление, нам нужен был исключен функциональный сервис. Поэтому главный вопрос сделали на функционале, а не на внешних эффектах. Пользователи на стартовой страничке выбирают одну из основных проблем, которые сгруппированы по трем разделам. это раздел «Квартира», раздел «Подъезд», раздел «Дом». После того, как он выбрал, он попадает на следующую страничку, где им предлагается указать свои контактные данные, которые предписываются в 59-м федеральным законом, адрес и коротко описать суть проблемы. После этого пользователь нажимает «Отправить», и заявление уже попадает к нам. «Пользует ли есть еще возможность прикреплять фотографии, какие-то файлы, видеоматериалы?» К сожалению, нет. Там ограничено размером 10-ю мегабайт, поэтому только текстовые файлы и фотографии мы принимаем. Что же случается, когда заявление собственно говоря ушло к нам? Дальше мы попадаем на модерацию. Так вот выглядит наш шкан модерации. Соответственно, что мы проверяем заявление? В первую очередь, это соответствует требованиям 59-го федерального закона о порядке рассмотрения и облачения ГРФ. Это чтобы было указано фамилия и имя отчества. Часто у нас бывает огрехи с отчеством, потому что отчество нужно указать при наличии. И когда у человека нет отчества, иногда не понимаешь, у него его нет, или он просто его не написал. Поэтому тут иногда приходится заново людям отправлять, потому что мы отклоним заявление, а на самом деле отчества у них нет. Проверяем, чтобы был полностью заполнен адрес и чтобы в свободном поле не было ничего не относящегося к сути проблемам. Бывает так, что люди пишут нам, например, в свободном поле обращение к нам от ЖКХ, а не к органам госвласти, которым это все попадает. Бывает так, что там что-то не очень цензурное, или что-то слишком активное. Мы просим все-таки излагать так коротко, четко, ясно, и у нас даже специально написано без эмоций. Хотя вот не всем это удается. Соответственно, мы проверяем на наличие, потом просматриваем прикрепленные файлы, есть ли в них тоже что-то такое, что нам не очень нравится и совершенно не понравится тем госорганам, который этот падет. И отправляем заявление. Дальше. Как это выглядит чуть позже? В первую очередь, второй этап нашего взаимодействия с пользователями это поддержка. Электронная почта самый главный инструмент взаимодействия у нас. Пользователю после того, как он отправил свое первое заявление, приходит сначала письмо с логином и электронной почты указанием, для того, чтобы он мог дальше заходить в свой личный кабинет, приходит письмо, чтобы он подтвердил отправку заявления, потому что бывает так, что пользователь что-то заполняет, а потом проходит, предположим, день, и у него появилась горячая вода, а почту он еще не проверил. И он пишет там, а как отменить заявление, оказывается, он его еще не подтвердил, ура, все хорошо. Ну и само собой, это ответы на ежедневный саппорт, ответы на те вопросы, которые пользователи появляются, ответы на их просьбы. Мне пришла какая-то странная отписка, что мне с ней делать. у нас сейчас приходит, скажем так, в этом месяце около 300 заявлений в день на сайт поступает, и на электронку нам приходит ежедневно от 10 до 20 до 10. Ну, то есть, можно сказать, что каждый 15-20, рано или поздно стараются с трудностью. РЕФОРМАЛ Это штука, которую мы подключили с самого начала, она несколько неудобна, но там достаточно много посетителей, одно-два сообщения от них РЕФОРМАЛ не имеет. Опять же, он хорошо осуществляет функцию обратной связи, нам почему-то чаще РЕФОРМАЛ пишут, что изменились адреса контакта с государственным ходом, так как мы не можем отслеживать по России это все самостоятельно, но люди помогают. И третье, это соцсети, разумеется. С соцсетями странная история. Три основных, которые мы изначально использовали, это Фейсбук, Твиттер и ВКонтакте. Мы ожидали, что именно так распределится популярность и для наших пользователей. То есть, сам популярный будет Фейсбук, потом Твиттер, потом ВКонтакте. Все оказалось совершенно наоборот. В нашей группе ВКонтакте состоит 10 тысяч, и многие из них активно она превратилась в такую маленькую дискуссионную площадочку плюс клуб взаимопомощи. Что лично я считаю одним из главных наших достижений, когда мы построили такую маленькую системку, когда люди могут помогать сами себе, без нашего участия. Твиттер оказался совершенно неудобен в плане саппорта, и у нас нет достаточно новостей, чтобы его постоянно регулярно вести. А Фейсбук почему-то как-то вообще не получился в той площадке для взаимодействия. Но он же в 30 раз меньше, чем ВКонтакте в России, да? Да, но... И у нас основная аудитория, которая изначально была привлечена на сайт, она все-таки больше ориентирована на Фейсбук, чем на ВКонтакте, тем более на Однокласснике, и мы так не появились. Поэтому мы рассчитывали, что Фейсбук будет активнее. Но вот почему-то он совершенно не золотой. Какие проблемы подводные камни встретили в чем-то мы, и в чем-то в основании нашего опыта могу сказать, что вы можете встретить и вы? В первую очередь от тех заданий. Почему-то мне кажется, что... Ну, все проекты, с которыми я сталкивался, они так или иначе попадали в ситуацию, когда через месяц, два, три, максимум полгода, ты думаешь, блин, надо было прописать тех заданий немножко по-другому. Например, мы столкнулись с тем, что по загадочной причине мы не сделали возможность прикрепления фотографий изначально к сайту. Почему это было не сделано, я не знаю. То есть, когда... Прежде чем формулировать тех задания, даже если формулироваться для себя, лучше миллион раз все продумать, как мне кажется. Вторая проблема, и она наша основная, наша любимая, от которой мы никогда не уйдем, это взаимодействие со своим госорганом. Так мы изначально сайты, ориентированные на это, соответственно, это наша основная трудность. Госорганы, на мой субъективный взгляд, ленивые, невосприимчивые к гражданской активности и всячески пытаются по мере возможности не работать, хотя мы пытаемся их заставить. Такая отличная борьба. Поэтому, если есть, например, возможность выделать локальный ресурс по взаимодействию с органами госвласти, то лучше, ну, например, отправлять им заявление какие-то обращения в почту, чем через электронку, потому что, опять же, мы достаточно быстро столкнулись с проблемой, что наше заявление просто банально трусло с электронной почты и как бы не было. Третье, это, конечно, то, что очень важна обратная связь. Это тоже, например, прикрепление фотографий, добавление нескольких новых образцов заявлений. Мы сделали в результате обратной связи долгого взаимодействия с пользователями. Хотя, по некоторым вещам, которые нас просят уже больше года, мы, к сожалению, понимая невозможность этого, мы так отвечаем отказом. Например, больше года у нас уже просят сделать раздел двор. Но из-за чисто юридических заморочек мы не рискуем это делать, потому что, ну, это будет малая эффектива. Регулярное обновление юридической части. У нас в России часто меняется законодательство, и если не отслеживать постоянно изменение законодательной базы по той сфере, которую вы выбрали, то очень часто ваши заявления довольно быстро, но, по крайней мере, в течение года станут неэффективными или менее эффективными, чем могли бы. Опять же, история нашего взаимодействия с обновлением законов. Год назад были приняты новое положение у государственного жилищного отзора, вместо старого, призвалось менять в областы заявлений, были внесены поправки еще несколько законодательных актов, было принято новое постановление правительства о минимальном требовании к оказанию услуг по содержанию и текущему ремонту, которое мы только вносим сейчас, хотя оно было принято год назад, но там есть свои нюансы, и так далее, и тому подобное. То же самое, баланс между желанием сделать что-то новое в сайте, как-то дополнить свой проект и тщательной проверкой того, что ты делаешь. Опять же, приду к примеру, у нас месяц назад запустился на такое ответвление небольшое от РЖКХ лендинг по подаче жалобы на незаконное размещение рекламы в рифтах и на подъездах. Между тем, что мы решили что мы будем делать этот лендинг и запуском слова лендинга прошло полгода. Потому что сначала мы отправили заявление в оффлайне несколько на пробу. Нам не очень понравился результат, который пришел через месяц-полтора. Мы отправили чуть по-другому сформулированные заявления в оффлайне. Потом пошел в Red Team. мне очень понравились наши заявления и функционал. Мы сделали новые заявления и опять отправили их в оффлайне. Потом начали делать дизайн. Поняли, что некоторые доработки не получается впихнуть. Начали переделывать дизайн. И в итоге это все заняло полгода такой вот вялой текущей работы. Но зато можно быть уверенным в том, что наше заявление сработает с большей вероятностью. Но с большей скорей. пользователи очень удивляют следующий момент. Никогда не знаешь, когда ты думаешь вот они придут на мою страничку и будут вести себя так. Нет. Они будут вести себя совершенно по-другому. Например, мы при разработке при начале работы никогда не думали, что самой популярной проблемой с огромнейшим отрывом будут проблемы не четко сформулированы. Это проблема в наших отделах. Квартира другая, подъезд другая, дом другая. Там нет четкой формы, есть только ссылки на какое-то общее законодательство. Именно туда с огромным отрывом чаще всего пишут. Пишут про бесплатение. Что это за проблема? Они пишут туда о всех проблемах, которые как им кажется не вписываются или которые они просто не заметили. Впрочем да. и так прочее. И где-то реально третья из того, что написано, потому что они не заметили, что есть на самом деле четко сформулированное. Но вот они увидели другая. Удивительно. Ну и возможно самое важное это концепция. Изначальная концепция то для чего и что вы делаете. Ну это такая банальнейшая истина, которую мне кажется должен говорить каждый день. То, с чего иначе в разрушках был создан изначально даже не как сайта, как чисто прикладной проект ответвления от фонда борьбы с коррупцией. Поэтому он предельно функционален. Поэтому мы отказываемся от некоторых доработать того, что, например, форму, которую нам неоднократно предлагают делать, потому что это немножко нарушит наш концепт. Это уйдет куда-то в никуда. а вот пиар развития мы изначально оставили на имидж фонда борьбы с коррупцией, ну и потом мы рассчитывали на эффект передачи по соцсетям и лично о эффективности нашей работы. Ну, работает не так хорошо, как нам бы хотелось, но в целом мы устойчивы в количестве растителей и я надеюсь, что эта устойчивость будет в лучшем случае расти, или, по крайней мере, оставаться такой. А можно уже задать вопрос, да? Да, я тогда скажу, что я закончил. Спасибо за внимание и можно задавать вопросы.